Доброго дня, всем добрым людям. День сегодня, 8 июля. Записываем мы это вечером, вы, очевидно, это увидите завтра. Сегодня у нас на канале гость, с которым мы будем говорить по чрезвычайно актуальной теме. Это тема военных, прежде всего, подставок из Соединенных Штатов Америки для Украины, которые сейчас отражают российскую агрессию. Несколько слов. Зовут нашего гостя Сергей Любарский. Он IT-менеджер, как это сейчас называется. 31 год, живет и работает в этих самых Соединенных Штатах Америки. Бизнесмен, занят изучением больших массивов данных, как это сейчас называется. Два образования. В Харькове был политехнический институт, и уже там, в Калифорнийском университете, МБА по именно обработке больших массивов данных. Живет в солнечной, чрезвычайно солнечной Калифорнии. Если я не ошибся, то меня сейчас поправят. Сергей, добрый день. Здравствуйте. Я не ошибся или что-то надо добавить? Добавьте, пожалуйста. Все так, все правильно. Все так, отлично. Сергей, тогда я благодарю вас за то, что вы подготовили для нас что-то интересное. И давайте начнем все-таки, прежде чем вы нам все расскажете, а как бы это вежливо сказать, почему вы считаете, что вы имеете основания рассказывать о том, какие поставки имеют место быть? Действительно хороший вопрос. Я являюсь ли я экспертом. Например? Я должен, наверное, потратить две минуты и рассказать, как я попал в ту ситуацию, в которой сейчас нахожусь. Все началось, как для всех, 23-24 февраля. Мы все были здесь ошарашены этой ужасной войной. Первое, что мы начали сделать, мы – это я и группа моих друзей, коллег по работе, как американцы, все американцы, как русскоговорящие, так и украинскоговорящие, так и англоговорящие. Первое, что мы начали делать, это мы начали собирать финансовую помощь, гуманитарную и для армии. Собрали мы несколько десятков тысяч, перечислили эти деньги. В Украину понятно, что несколько десятков тысяч частных лиц. Средняя сумма пожертвований составляла 400 долларов. Ситуацию не решают. Вопрос стал, почему администрация Белого дома не помогает Украине, хотя весь американский народ на стороне украинских героических защитников. И мы развернули кампанию. Таких кампаний в Америке было несколько. Кроме нашей еще было как минимум две. По оказанию политического давления на конгрессменов, сенаторов и местных политиков, чтобы увеличить поставки оружия в Украину. Мы собирали подписи и письма. Расселали письма. Письма оказались очень эффективными. Метод был принят следующий. Группа добровольцев в Украине, порядка 20 человек, звонила по публично известным телефонам в украинские церкви, которых в Америке 200, как минимум мы нашли, украинские культурные центры, украинские магазины, есть такие украинские магазины, и просила культурных лидеров и религиозных пасторов передать нас месседж к украинской общине здесь, в Америке, с тем, чтобы они через, ну, сами собой, естественно, и через своих знакомых рассылали по предложенному образцу письма, давления, требования, просьбы своим конгрессменам и сенатам. Мы сделали веб-сайт, который называется protectukrainenow.org, и вот через этот веб-сайт мы разослали больше 50 тысяч писем к политическим лидерам в поддержку Украину и в оказании политического давления на Белый дом. 9 мая мы все, наша группа, праздновали победу, но не победу Великой Отечественной войне, а победу нашу маленькую локальную, когда президент Байден подписал ленд-лис. Вот на этот момент мы считали, что наша миссия закончилась, наша функция закончилась, мы сделали то, что могли, и группу я распустил, сел в кресло, в запасы попкорна, и стал смотреть и считать корабли и составы, которые уйдут в Украину. Но корабли и составы не шли. Весь май, за весь май отправили аж на 200 миллионов оружия, что вызвало у меня законный вопрос, а что происходит? И вот где-то с конца мая я отозвал часть людей с моей группы, которая участвовала в первой кампании, и мы начали рассматривать все, что существует в публичных источниках о поставках оружия в Украине и США. И таким образом, последний, наверное, месяц я потратил огромное время, сил и средств со своей стороны и со стороны людей, которые со мной работают, то есть несколько тысяч человек. Более того, мы нашли еще три организации, одна в Бостоне, одна в Украине и одна в Германии, которые занимаются примерно тем же. Мы с ними связались, мы сверили нашу информацию с информацией этих сторон. Вот таким образом я считаю себя самопоглашенным экспертом в области объема и количества поставок вооружения в Украину, ну, по крайней мере, Соединенных Штатов. Замечательно. Давайте тогда сразу время военное и горячее. Сразу вот на сей момент, ну, я не говорю, что там должно быть именно сегодняшнее число, 8 июля, но вот по конец июня, начало июля. Что, по вашим оценкам, потому что вы набрали, что сейчас реально Украина получила в деньгах вооружения от Соединенных Штатов? Значит, я сейчас имею информацию нашу из Соединенных Штатов и из наших партнеров по другим. Я их быстро озвучу. Надеюсь, вы покажете наш дэшборд, наш слайдик. Но информация на слух, те, которые слушают ваш подкаст, они смотрят такая. Гаубиц выше 100 миллиметров диаметра. Разных диаметров выше 100 миллиметров. Соединенные Штаты поставили 126 Европа плюс. Это Европа плюс Австралия, плюс Корея. 70. Самоходных артиллерийских установок Соединенных Штатов 0, Европа 225. Систем залпового огня а-ля град, то есть неумных ракет. Соединенные Штаты 0, них просто нету. Европа 40, это советские грады. Системы залпового огня умные, самоневодящимся ракетам, и мы их решили разделять, потому что стратегически не выполняют разные функции. Соединенные Штаты поставили 8. Подпоставили, я подчеркиваю, это пообещали или поставили. То есть вот это вот, когда я говорю, поставили, это твердо обещанное или уже поставленное. Соединенные Штаты поставили 8, Европа 10, причем Европа ставит М270, которые стреляют в две руки, в два раза больше снарядов. Срез противоракетной обороны Америка пообещала две очень технологично развитых системы, а остальная Европа поставила, в зависимости как считать, батареями или пушками, ну, скажем, 12 батарей, включая некоторое количество, Словакии поставили С-300. Америка поставила 18 речных и прибрежных катеров, Америка поставила 20 вертолетов Европа 10, самолеты, Америка 0, Европа 38, в основном Миги 29, польские Миги, за которые мы так боролись, до сих пор не поставили, они до сих пор чего-то ждут. Танков Америка поставила 0, Европа 270, это в основном поляки, 230 танков поставили поляки, М72. Боевая машина пехоты, то есть то, что в Америке называется Infantry Fighting Vehicle, Америка 0, Европа 140, противоминные автомобили Америка 0, Европа 200, и бронетранспортеров для перевозки военного персонала, Америка 200, это старенькие М113, и Европа плюс 360. Это по тяжелому оружию. Сергей, секундочку, я хочу сделать одно уточнение и задать один вопрос. Это что за такие самолеты поступили? Вы сказали, что... Это кто? Это МиГ-29? МиГ-29 поставили Словакии и еще кто-то из бывших советских стран. Повторите, пожалуйста, понятно, есть картинка, но многие слушают, сколько этих самолетов? Значит, самолетов 25 плюс. Дело в том, что европейские страны не всегда называют количество. Ага, понятно. Это именно самолеты, а не те... Тот был красивый эвфемизм под названием запасные части. Нет, самолеты-самолеты. Это прямо самолеты-самолетами. Далее. Вы сказали про два комплекта поступивших зенитных противоракетных систем из Соединенных Штатов. Это вот речь идет о последней, которой Норвежского производства. Вот этот ящик, из которого вылетает американская вот эта... Носамс. Да-да, Носамс, совершенно верно. Два комплекса. Это, напоминаю, публике. В каждом комплексе 18 ящиков по 6, то есть оттуда... Нет, в одном комплексе 9, 9, 6, 54, то есть один такой комплекс, одна батарея способна запустить одновременно, или, по крайней мере, у нее есть возможность без перезарядки 54 ракеты, и таких вот батареи, или, правильно сказал, было бы назвать дивизионом, таких приезжает два. Таких приезжает два, то есть приезжает 18 коробочек по 6 штук, вот из этой коробочки 6 штук, вниз 6 ракет. Окей. А теперь, значит, дальше я, прошу прощения, прерывал, но надо было уточнить. У вас, я так понимаю, список продолжается. Я, наверное, не буду читать очень много цифр, но просто хочу подчеркнуть, если посмотреть на таблицу, то Америка очень много там ноль-ноль-ноль. Не буду читать хорошо это или плохо, но к американскому как бы стоя своей чести, Америка поставила огромное количество легких вооружений. То есть надо об этом не забывать, потому что все, что пересисло, это тяжелое вооружение, все, что как бы в мешке не унесешь, а на плечо не положишь. А Америка поставила 1400 стингеров, 6,5 тысяч джавлинов, 700 Switchblade, вы про них рассказывали. Одноразовый беспилотник Камикадзе. Да, да, да. По 200 тысяч, уже чуть меньше 10 тысяч шнарядов для Гаудец и так далее. Огромный список на двух листах, я считать не буду, всякой разной военной нужной нужности для украинской армии. Секундочку, теперь еще один момент. Вы сказали, что танков из Америки приехал ноль, а недавно выступал президент Америки, который, наверное, тоже что-то знает, и он там приводит другие цифры, вот сейчас все это будет на экране. Секретарь Аустин just brought together more than 50 countries, more than 50 countries pledging new commitments and this is a global effort to support Ukraine. Nearly 140,000 anti-tank systems, more than 600 tanks, nearly 500 artillery systems, more than 600,000 rounds of artillery ammunition, as well as advanced multiple launch rocket systems, anti-ship systems and air defense systems. And again, the United States is leading the way. We've provided Ukraine with nearly $7 billion in security systems since I took office. The next few days, we intend to announce more than 800 million more, including new advanced western air defense systems for Ukraine, more artillery and ammunition, counter battery radars, additional ammunition for the HIMARS multiple launch rocket systems we've already given Ukraine and more HIMARS coming from other countries as well. this Вы как можете прокомментировать? Мы были все озадачены этим выступлением, потому что эти цифры, которые назвал Байден, а назвал он, помимо всего прочего, 600 танков и 500 артиллерийских систем, не совпадают с данными, которые публикует Department of Defense, то бишь Пентагон. То есть Пентагон очень сильно не совпадает с Байденом. Нет ни одного источника, который подтверждает в каком-то виде то, что цифры, названные Байденом, имеют какое-то отношение к реальности. И моя личная оценка – это то, что здесь в Америке называется Biden-Gov. То есть Байден известен тем, что он постоянно все утаит. Человек достаточно пожилой. Сам факт того, что аналисты не могут понять его речь, он сказал, это о прошлом, что мы поставили, или он сказал, это о будущем, что мы поставили. Сейчас идут споры, что имел в виду Байден. Сам факт того, что идут эти споры, говорит о многом. А вот у нас тут недавно, ну как недавно, наверное, неделю назад произошел маленький скандал, когда, наверное, он имеет отношение к событиям украинников, говорящие о ментальном состоянии нашего президента. Все-таки дедушке Байдена 78 лет. И вот неделю назад он вышел на встречу с представителем нефтяного бизнеса, регулярная встреча в Белом доме. С собой в руках он не стоящий конспект презентации. Ну что, естественно, нормально. У меня тоже на столе мой конспект презентации. Все мы это делаем. Но он его держал белой стороной к себе, а текстом наружу. При этом какой-то журналист это сфотографировал. А так сейчас камера высокого разрешения. Все прочитали, что там написано. Это не сплетня. Это не вымысел. Это подтверждено всеми центральными агентами мира. Там было написано выйти, сказать здрасте. Уйти, сказать до свидания. Уйти, сесть и в какую дверь выйти. То есть, по мнению многих экспертов, это говорит о угасающей ментальной способности нашего президента. Поэтому я бы не сильно по-взрослому и серьезно относился к тем цифрам, которые назвал Байден. И предпочитаю верить все-таки Пентагону, который цифры называет другие. В этой связи, Сергей, есть вопрос. Ну, это вопрос, который задают, постоянно задают в комментариях на нашем канале. У меня нету сомнений в этом вопросе. Но я все-таки прошу, чтобы вы его тоже пояснили. Многие люди думают, что существуют, что эти цифры, которые выкладывает Пентагон официально, которые официально называл МИЛИ, допустим, начальный комитет объединенных штабов, это так, для отвода глаз. А вот есть какие-то настоящие цифры, настоящие поставки, просто о которых никто не знает. Они ого-го. Как вы можете по этому поводу ответить? Значит, Соединенные Штаты отличаются от Европы. Ряд европейских стран приняли позицию, мы поставляем и не сообщаем. Позиция понятная, честная, нет проблем. Соединенные Штаты такую позицию не заняли. И Департмент оф Дефенс выпускает дейли, то есть каждый день, факт, в котором они показывают, сколько они поставят. Американское правительство не может лгать своему народу. За это когда-то наш очень популярный президент тогда, в то время Рейган, он был на вершине своей популярности, чуть не был импичт. Был такой скандальчик, назывался Run Contras. И когда Америка поставляла оружие Никарагуа, и при этом не знал Конгресс и не знал американский народ, то он чуть не потерял свою позицию. А его CIA-директор умер от разрыва сердца во время этих слушаний. То есть это довольно опасная территория, в которую, очевидно, Байден при ему очень низкой популярности сегодня играться не захочет. Поэтому не существует никаких фактических указаний на то, что Украина получает больше, чем Департмент оф Дефенс, то есть Пентагон, гордо сообщает на своих пресс-реликсах ежедневно. При этом я должен заметить, что есть, ну, совершенно очевидное и понятное, неустойка во времени. То есть официально сейчас, допустим, объявили восемь iMars. Я не удивлюсь, что их там будет уже, допустим, двенадцать. И через неделю-две объявят поставку еще четырех. То есть такие задержки или, наоборот, опережения по времени существуют. И они, наверное, нормальны с точки зрения секьюрити и безопасности. Но предположить, что реальная помощь в разы превышает то, что утвердил Конгресс и то, что отчитывается Пентагон, тем самым, грубо говоря, обманывает американский народ. Ну, с моей точки зрения, очень мало, наверное. Понятно. Теперь несколько слов о деньгах. О деньгах. Значит, вот количество вооружений, вы их назвали, все это разные вещи, их довольно трудно удержать в голове, как-то соотнести один с другим. А в деньгах, в каких цифрах сейчас, вот на конец июня, начало июля, в каких деньгах выражается американская военная, я подчеркиваю, военная помощь, и как на эти суммы повлиял, если повлиял, принятый закон о ленд-лизе? О деньгах. Значит, деньги делятся на три категории. Это военная помощь, это государственная помощь, и это гуманитарная помощь. В скопе нашей рассмотрения мы рассматриваем только военную помощь. То есть, когда мы говорим «деньги», я четко подчеркиваю, что мы говорим о «деньги, поставленные на вооружение», выданное вооружение, то есть вооружение. Остальные виды помощи, которые Америка, кстати, платит очень-очень достаточно достойно, мы не обсуждаем. Мы сейчас говорим «только вооружение». Значит, теперь о законе о ленд-лизе. Вот тот закон, на котором я сел в кресло и начал кушать попкорн, смотреть поставки оружия, ходят разные мифы, которые стоит развенчать. Первый миф о том, что ленд-лиз начнется с октября следующего года, начала нашего 23-го финансового года. Это абсолютно наглая ложь. Люди, которые это распространяют, не знаю, действуют целенаправленно или по ошибке. Извините, вы оговорились, и это нехорошо. Вы хотели сказать с октября этого года. С октября этого года – начало нашего 23-го финансового года. То есть октябрь 22-го – начало нашего финансового года. То есть ленд-лиз начинается с момента подписания, там чертым написан, белым написан, распространяется на 22-й, то есть текущий год. И 23-й, то есть тоже начнется с октября. Тут нет ни малейшей интерпретации. И он дает право президенту поставлять оружие. На следующий день. На следующий день. На следующий день. То есть ни одной единицы оружия в соответствии с ленд-лизом поставлено не было. К моему и многим аналитикам удивлению, получил ленд-лиз, президент запросил у Конгресса утверждение бюджета на войну в Украине, те самые 40 миллиардов, из которых военной помощи где-то 10 миллиардов. Это мы обсуждали. То есть имея на руках безразмерную кредитную карточку, президент попросил дать ему чек на 10 миллиардов. Поэтому о ленд-лизе мы, наверное, пока не говорим. Но когда увидим, что пойдет пора жиде полн-лизом, то будем говорить. А сейчас существует 6 миллиардов и 4 миллиарда. 6 миллиардов называется presidential breakdown, то есть то, что он может взять со складов от проекта прямо сейчас. И 4 миллиарда называется инициатива поддержки Украины. И это то, что Украина может заказать оружие на будущее и Америка оплатит. Вот те реальные суммы, о которых идет речь. И на основании этих сумм что уже пообещано, что было пообещано. Значит... Секундочку, Сергей. Я все-таки так понимаю, что обещано – это слово, которое в русском языке звучит очень двузначно. То, что уже поставлено или уже заказано. Я правильно вас понимаю? Все-таки. Нет. В английском они оперируют слово committed. Commitment – это твердое обещание. О, твердое обещание. То есть language, то есть разговор, которым здесь оперируют – это commitment. То есть твердое обещание. То есть... Вот. Согласно пресс-релизу, последнему вчерашнему пресс-релизу, читаю дословно с листа, надеюсь, что вы покажете это у себя в ролике. Перевожу дословно... На состояние 1 июля Пентагон анонсировал 820 миллионов дополнительных оружий для Украины, что включает в себя 50 миллионов из фонда Presidential Drawdown, то есть те 6 миллионов, о которых я говорил, то есть то, что президент может... Из 6 миллиардов. Из 6 миллиардов. Из 6 миллиардов, да-да. И 770 миллионов из второго фонда, Фонд безопасности Украины. Таким образом, на сегодняшний момент Соединенные Штаты, я читаю просто перевожу словно, committed, то есть твердо пообещали приблизительно 7.6 миллиардов военной помощи Украины с начала администрации Байвина или 6.9, наверное, для нас это более интересная цифра, 6.9 миллиардов с начала войны. То есть официальная цифра Пентагона 6.9 миллиардов обещанного оружия. Твердо пообещанного оружия. То есть это точно поставится мнение, нет, вопрос в датах. Возникает вопрос, а сколько из этого обещанного оружия уже поставили? И тут вот есть интересный график, интересные цифры. Компании, вернее, это общественная организация, они оплачиваемые профессионалы, это люди, которые зарабатывают на жизнь только аналитикой. Называется эта организация «Кильский институт за мировую экономику». И вот у них есть сегмент, там 6 человек сидит, которые исследуют эти данные, мы с ними кооперируемся, я с ними общался. У меня есть вопросы по их данным, но в размерах цифр мы с ними совпадаем. Там плюс-минус 10 миллионов, наверное, уже сейчас не в счёт. По большому счёту их цифры я им доверяю. И вот они сообщают, что по состоянию на конец прошлого месяца, то есть на начало июля, Соединённые Штаты поставили 2,5, округляю, миллиарда из тех, ну это в евро, то есть практически 3 миллиарда, они в евро приводят, то есть переводя по курсу где-то 3 миллиарда долларов из тех 7,9, которые пообещают. То есть Америка поставила 40% от того, что она коммитет. Эта экспортная оценка не моя, это экспортная оценка этого института, у меня никаких оснований им не довели. Дальше. Есть вот интересный график, это наш график, мы его составили, график поставок, где всё показано понедельно и суммарно, то есть синие столбики на этом графике суммы поставок понедельно, в каждую неделю, а красная линия, которая стремительно летит вверх, это суммарная сумма поставок, ну которая, естественно, набегает до тех же сумм, всё совпадает. Линейный тренд практически идеальный, несмотря на то, что в мае был сильный провал, в мае поставили всего лишь 250 миллионов, зато в июне поставили аж 3 миллиарда, подпоставили, я подчёркиваю, коммитет, то есть пообещали, что-то поставили, что-то поставили. Вот, линейный тренд идеальный и составляет примерно 2 миллиарда, 2,5 миллиарда в месяц, вот такой тренд. Он может поменяться, но я как специалист в дейто-аналитике, то тут не нужно быть специалистом, чтобы понять этот график. Если тренд не поменяется, то это с такой скоростью с начала войны Америка пока помогает Украине. Обещание, сколько реально поставили, мы видели по репорту из Килля. Ну, 2,5 миллиарда в месяц, я всё-таки должен прокомментировать, военный бюджет Украины в прошлом мирном году был порядка 5 миллиардов. Так что это не такие и маленькие деньги, это моё личная оценка, Сергей, вы можете с ней не согласиться, но это всё-таки стакан наполовину полный, ну так. Знаете, между собой здесь и с другими организациями мы ведём эти бесконечные дебаты, стакан полный, стакан пустой. Это смотря, так как мы говорим о качественной оценке, всё надо сравнивать с чем-то. Ну, то есть, когда мы говорим не о цифрах, а больше, меньше, красивее, а не красивее, это качественная оценка, и надо сравнивать с сравнением. Давайте сравним с рядом других каких-то независимых. Цифр, ну, например, Соединённые Штаты поставляли Афганистану, поставили Афганистану оружие на 81 миллиард долларов пересчёте на инфляцию в сегодняшних деньгах. 81 миллиард. В течение трёх лет подряд поставку такого оружия Афганистану, который воевал с бородачами на ишаках, вооружёнными калашниками и ручными РПГ, в течение трёх лет самой горящей фазы этой неизвестной никому войны, они поставили, американцы поставили 8 миллиардов плюс долларов вооружения в год. А за все там 17 лет войны эта сумма набежала 80 миллиардов. Одних только вот этих тройных семёрок, трипл севен, там осталось Талибану больше 160 штук. То есть, когда американцы убежали, оружие осталось, их получил Талибан. Сейчас в Талибане трипл севен больше, чем Украина. Вот, то есть, много это или мало, я не знаю, но Украина не воюет с бородачами на ишаках, вот уж так точно. Это точно. Она имеет дело с одной из наиболее вооружённых армей мира. Да, да. То есть, это как бы одна оценка. Вторая оценка, которая приходит в голову, это… Америка потратила в годы холодной войны, по разным оценкам, от трёх до шести триллионов долларов вооружения. И сейчас у американского правительства, как мне кажется, есть уникальная возможность покончить с российским геополитическим существованием, а может быть, с и ядерным существованием. Я говорю, что Россия должна быть уничтожена. Я говорю, что у России должно быть отобрана ядерная же, примерно по расчёту 2 цента на доллар. То есть, если мне кто-то предложит сделку, где можно что-то купить 2 цента на доллар, то есть стоит доллар, а мне провезут 2 цента, я бы её взял. То есть, украинцы готовы сражаться с россиянами и практически умножить, как у вас говорят, на ноль российскую армию, и при этом Америке нужно потратить чуть-чуть больше денег. Вот почему она этого не делает, это второй вопрос, но мы это оставим экспертам в геополитике. Знаете, вы меня просто потрясли этим сравнением. Должен сказать, почтеннейшей публике мы никакого сценария с Сергеем не писали. Но вот эти цифры, конечно, ошеломляют. Потратить 6 триллионов долларов, при том, что можно решить эту проблему реально, если не на совсем, то хотя бы основательно на ближайшее десятилетие. Да, в этом масштабе, конечно, 4 или 5 или 6 миллиардов военных поставок выглядят просто нулём. Просто нулём. Это даже не цент на доллар. Очень интересно. А что нам следует ждать до осени? Вы считаете продолжение того же тренда, те же 2,5 миллиарда в месяц? Я короткий ответ – да. И поясню. Я не вижу никаких абсолютно… Indications – это никаких абсолютно показаний, признаков. Никаких абсолютно признаков тому, что тренд поменялся. То есть бюджетные суммы известны. Байден с момента подписания ленд-лиза и весь его комбинет слово ленд-лист не произнёс ни разу. Давайте повторю, потому что это важно. Слово ленд-лист Байден не употребляет. Его комбинет это слово не употребляет. Не существует ни одного публичного доказательства, где из уст любого члена кабинета Байдена исходит слово ленд-лист. И так как ленд-лист этот закон не употребляет Байдена, а он требует, чтобы Байден поставлял оружие в любых количествах, то мы ссылаемся на тот закон о 40 миллиардах, второй закон, который попросил Байдена принять. Это была его инициатива. И там всё понятно, там всё профессионально, там всё известно. И моя оценка, я бы хочу, чтобы быть понятным правильно, я бы с удовольствием оказался неправ. Ничего больше в жизни я бы не хотел, чтобы в этом оказался неправ. И есть у меня надежда, что я так и окажусь неправ. Но нельзя сеять, как мне кажется, ложные ожидания, ложные надежды. И по тому тренду, который сейчас виден, а также по тому, что сколько осталось в двух обозначенных фондах, я очень скептичен, что поставят более чем 10 миллиардов, скорее всего, менее. Но более чем 10 миллиардов за оставшиеся три месяца до конца этого финансового года, то есть июль, август, сентябрь, это та максимальная сумма вооружения, на которую национальные штаты могут что-то пообещать, ну и там, естественно, поставить. То есть вот такая моя оценка. Я подчеркиваю, что это на основании имеющейся у меня информации, и есть очень небольшой шанс, что тренд может поменяться. Вот когда поменяется, мы скажем, что это там. Сергей, вам и уж тем более мне скажут, что вы все время какую-то мрачную картину вот даете, а есть другие эксперты, ничуть не менее осведомленные, у них как-то все выглядит, ну то есть цифр-то они никаких их, как правило, не называют, но у них как-то все выглядит веселее. Веселее. А вот почему-то как-то у вас мрачновато сегодня. Вау! Как говорят, что выросла, то выросла. Давайте поговорим об экспертах и о цифрах, и о психологиях поведения общества. То есть в любом MBA-классе и у людей, которые работали в корпоративном мире, есть четкое понятие, что есть expectation gap, это переводится на русский как разрыв ожидания. Несостоявшиеся ожидания, да. Несбывшиеся ожидания. Несбывшиеся ожидания. Феномен в бизнес-мире очень хорошо изученный, и в учебниках по бизнес-психологии иллюстрируется примерно так, вы приходите в ресторан, и вам говорят, что ресторан очень популярен, у нас тут очередь, у нас сейчас для вас нет столика, но он будет через 10 минут. Если вам дали столик через 12-15 минут, клиент либо уходит, либо садится недовольный, что его плохо обслуживают. Его ожидания не сбылись. Обратная ситуация. Клиенту говорят, что столик будет готов через 15 минут, мы пригласили все через 10, и клиент говорит, прекрасный ресторан, меня здесь все любят, мне повезло. Эта цифра времени ожидания не поменялась, поменялась expectations. Существует огромная наука, написано очень много книг в разделе managing expectations. И главная задача любого корпоративного лидера – менеджировать, управлять, то есть управлять этими самыми ожиданиями своих инвесторов, чтобы, не дай бог, инвесторы не почувствовали, что они инвестировали, что им пообещали больше, чем они получили, потому что они выдвинут деньги из этой компании и перейдут их в другую, если они почувствуют, что их ожидания не исполняются. Поэтому главная задача любого руководителя, любого бизнеса, есть инвестор – менеджировать, управлять ожиданиями. В некотором смысле украинская общественность и еще более украинские защитники, те люди, которые сейчас воевают, они инвестируют не деньги, они инвестируют свою жизнь в будущее Украины. И если их накормить несбудочными обещаниями, я не знаю, как это общество, как Украина, не знаю, я не психолог по украинской национальной психологии, но как вот это украинское общество прореагирует на то, что если выяснится, что я окажусь прав, и люди, которые работают со мной, собирают скрупулезно все эти данные по интернету окажутся правы, и оружие придет не на 100 миллиардов, не на 80 миллиардов, не на 40 миллиардов, а на те самые 10 миллиардов, которые никто и не врет, обещали с самого начала. Все данные известны, карты на стол, тут все понятно. Поэтому я сделаю нетрадиционное заявление, и я бы очень бы хотел, чтобы меня поняли правильно. Я это делаю не ради публичного пиара, я есть и хочу остаться частным лицом, я не блогер, мне не нужны лайки, не нужно ходить на мой Фейсбук, и не нужно копаться в моей вечной жизни. Это не за тем. Но тем не менее, я сделаю заявление такого рода, если мои предсказания на ближайшие 10 месяцев, на ближайшие 3 месяца, то, что я только что говорил, 10 миллиардов или меньше на ближайшие 3 месяца, окажутся неправильными, и тренд поменялся, и я в своем анализе что-то упустил, чему я буду несказанно рад. Первое, признание, во-первых, я публично признаю свою ошибку, сделаю это с огромным удовольствием и честью, и во-вторых, в качестве такого финансового наказания я пожертвую крупную сумму денег украинской обороны при условии, что это пари, если это пари, примет любой другой блогер, аналист, эксперт, кто угодно, который считает, что на конец сентября вот этих коммитетов средств будет больше. Это не по-другому вызов, то бишь челлендж. Я бы хотел такого известного эксперта, который сидит, например, на таком же диване, как и я, только он сидит в Вашингтоне, Диссея, я же уже сижу в Калифорнии, всем известного Юлия Швеца, Юлия Швеца и других известных экспертов, услышать мой челлендж и то, что у нас называется в Америке, put your money where your houses, то есть ваши деньги следуют за вашим. В любой ситуации, кто бы ни проиграл в этом странном паре, деньги получит украинская армия. Хочу, чтобы меня правильно поняли, это не средство пиара, пожалуйста, не ходите на мой Фейсбук, не следуйте за мной. Это не средство наживы, это моя, ну, наверное, неуклюжая попытка навести, ну, хоть какой-то порядок и какую-то честь и достоинство в тех завышенных ожиданиях, которые огромное количество, с моей стороны, недоброкачественных экспертов приносят в украинское информационное путь. Это хорошее предложение фильтровать база и подтверждать свои заявления скромной суммой денег. Я правильно подытожил ваше предложение? Ну, то есть, например, выходит эксперт и говорит, Путину осталось две недели, он умирает от атака. Потом выходит тот же эксперт через месяц и говорит, Путин не умирает от атака, это была дезинформационная операция со стороны ФСБ. Так вот, мне бы хотелось, чтобы такого рода эксперты, ну, чуть-чуть потратили денег, потому что они же зарабатывают деньги с этой лжи. То есть, они продают ложь, осознанно, неосознанно. Они сеят ложные ожидания. Они на этом зарабатывают. То есть, судя по лайкам и объему швейца, он зарабатывает от 100 до 200 тысяч долларов, американских долларов в год на своем YouTube-канале. И, видимо, ему выгодно продавать эту информацию вот в таком виде, в сладком виде, в сладкой обертке. Может быть, это и нужно с точки зрения национальной психологии. Но я боюсь, очень боюсь, именно потому я пришел на ваш канал, что вот эта вот сладкая обертка может маятнику лететь в другую сторону. Поэтому лучше иметь обоснованную правду и пусть окажется больше, чем мы ожидали. Чем продавать то, что они продают? Продают они ради денег. Это чистая коммерческая операция. Продают больше, чем мы ожидали. Ну, то, что вы сказали, это просто золотые эксперты, где таких хороших найти. Обычно они говорят, что Путин умрет через неделю. Через месяц они говорят, что Путин умрет через месяц. Еще через месяц они говорят, через два месяца продолжают это годами. Годами. Но поскольку человек устроен так, что он сразу же лайкает, когда видит название ролика, в котором сказано что-то очень для него приятного. Кремль в ужасе, Путин при смерти. То, да, это очень хорошо работает. Окей. Если я правильно понимаю, мы с вами обсудили все, что хотели сегодня. Есть еще одна просьба. Я хочу обратиться с пользой вашей канал, с вашего разрешения, к вашей аудитории и людям вашего канала с такой просьбой. Значит, сейчас вот та группа, которая начинала ProtectUkraineNow.org и которую я распустил 9 мая, считая, что наша миссия, функция закончена. Нам нужна помощь. Мы на этом же веб-сайте ProtectUkraineNow.org вывешиваем данные, полученные из наших коллег, из других агентств. Наши данные, которые мы получаем, естественно, не из закрытых источников. Если бы даже у нас был туда доступ, мы все равно их не распространяли, а из открытых источников, которые мы считаем правдивыми. И я хочу, чтобы наш канал, и мы будем рекламировать смежный канал, мы все говорим примерно одно и то же, то есть не вопрос, чей канал более правильный, мы все в одной прежке здесь, стал источником какой-то правдивой информации, чтобы вот эти все швцы были чуть-чуть менее рисоватые в своих предсказаниях, обещаниях и так далее. На это все очень неприятно смотреть. Я понимаю, что они на стороне Украины, но боюсь, что вред, которыми наносят с долгой перспективы, превышают ту пользу терапевтических обещаний, которые они делают сейчас. Так вот, моя просьба следующая. Нам нужны специалисты в области веб-дизайна, в области графики, инфографики, маркетологи и так далее. Людей нужно не очень много, но нам хватит там 3-8 человек, добровольцев, естественно. Мы принципиально платить за это не будем, хотя, в принципе, я могу себе это позволить, но этого не хочу делать. Я хочу обратиться с украинцем или россиянам, или как бы то ни было, людям доброй воли. Если есть возможность и желание поучаствовать в нашем проекте, сделать дэшборд и портал, в котором будет отражена правдивая информация, ни в ту, ни в другую сторону не изменена, не завышена или не замерена. Вот всё, что есть, то есть. И помочь нам распространять этот портал, чтобы немножко дать информацию всем добрым людям на земле, которые, естественно, на стороне Украины, так на английском, так и на украинском, так и на русском, на трёх языках. Нам нужны переводчики, нам нужны аналитики, нам нужны веб-дизайнеры, то есть люди доброй воли, которые хотят потратить 3-5 часов в неделю своего времени, не больше, вот об этом коммитменте идёт речь. Пожалуйста, идите на веб-сайт protectukrainenow.org, там есть имейл, там есть телеграм-канал, присылайте своё сообщение, мы с вами свяжемся, и я надеюсь, что к концу следующей недели мы начнём передавать с периодичностью раз в неделю, такой наш такт раз в неделю, что за эту неделю интересного произошло в мере поставок вооружения в Украину. Вот, пожалуйста, приходите, помогайте, это, естественно, не решит успех войны, но это тот кирпичик, из которых соткано полотно победы. И та капля, которая точит камень. Значит, если кто на слух не услышал, это всё неважно, в описании к этому видео будет дана ссылка на вот этот портал protectukrain.au и все прочие необходимые ссылки, так что действительно, ну, народу у нас много, вообще-то народу у нас много, у нас больше 5,5 миллиона уникальных зрителей зашло за время войны на мой YouTube-канал, я думаю, среди них найдётся несколько программистов, специалистов вот по компьютерной графике, переводчиков, людей, знающих, тут же не нужно переводить стихи, тут же не стихи надо переводить, а надо перевести слово танк словом танк. Такие люди наверняка есть. Окей, значит, Сергей, большое вам спасибо за этот интересный разговор, надеюсь, мы сможем чуть-чуть помочь с помощью нашего канала, тому делу, тому порталу информационному, который хотите делать вот вы, ну и, соответственно, Сергей, вам спасибо за участие, вам, уважаемая публика, спасибо за внимание. Марк, спасибо за возможность выступить на вашем канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова